Как уже не раз отмечалось, развитие волейбола в Полевском идет в правильном направлении. И постоянные крупные турниры, проводивые в нашем городе, подтверждают это. Волейбол развивается, но хотелось бы попросить руководство Федерации волейбола города Полевского, чтобы обратили внимание на подготовку судей. Потому что команда играет, турниры здесь проводятся, а местных судей нет. Это очень плохо. Надо готовить судей. Тогда будет легче и волейбол будет развиваться лучше. В первом этапе первенца Средловской области по волейболу среди команд девушек 1999-2002 года рождения приняло участие 6 коллективов. Помимо двух команд-хозяек в Полевской приехали сборные Азбеста, Новоуральска, Евдиля и Режа. Команды играли по круговой системе, каждый с каждым. Перед началом турнира назвать кого-то фаворитом эксперты не брались. Как говорится, площадка покажет, кто сильней. Пока еще рано. Потому что первая игра, потому что все приехали играть, побеждать, выигрывать. Пока рано еще об этом говорить. Ну, принципиальный суперник, кто в Полевского это нас? Мне кажется, все. Все команды, которые приехали, все команды. Отметим, что для старших девчонок это последние юношеские соревнования в карьере. И последний шанс выиграть что-то серьезное на этом уровне. Поэтому все команды настраивались бороться только за первое место, прилагая все усилия. В первом матче выяснять отношения на волейбольной площадке Дворца спорта Северского трубного завода предстояло двум полевским командам ФСК-1 и ФСК-2. Старшие девчонки с первой команды не без труда, но взяли верх над более младшими одноклубницами в трех партиях, продемонстрировав соперницам из других городов, что серьезно настроены на победу на первом этапе первенства. В итоге, как и ожидалось, борьба получилась упорная и победителя при равном количестве набранных очков пришлось выявлять при подсчете выигранных партий. Таким образом, первое место заняла команда ФСК-1. На второй строчке девчонки из Новоуральска и замкнули тройки волейболистки из Рижа.